В последнее время все чаще обсуждается тема внешнего управления Украиной со стороны США. Об этом говорят и пленки Деркача с разговорами Байдена и Порошенко, и недавние заявления бывшего посла Канады в Украине, и многое другое. По этому поводу мы решили спросить у киевлян, как они считают, находится ли Украина под внешним управлением США или нет, и что по этому поводу вообще они думают. Привет все, меня зовут Антонина Белоглазова, поехали. Полный дебилизм, вообще маразм. То, что происходит. Говно, да, полное. И что под кем-то быть, можно быть и самим, чтобы кто-то что-то предлагал, а не самим нараком становиться и лезть. Это что-то из себя представляете, а потом с кем-то что-то делать. А если ты себя ничего не представляешь, то нахрен никому не нужен. Просто овца и все. Что тогда будет с Украиной? Ничего. Труба. Труба войны? Это нормально. Потом все перемутится и станет на свои места. А станет ли? Конечно. Когда? Когда-нибудь. Какие должны события произойти, чтобы уже не быть под внешним управлением? Я не знаю, но что-то должно произойти. Должен прийти какой-то человек? Ну что-то должно случиться. Потому что сколько можно так лохами ходить? Надо же тоже какую-то гордость иметь, что-то еще. Потому что без гордости, как-то вообще без самолюбия. Люди же вообще себя перестали любить. Они привыкли ехать куда-то, с жопой торговать. Нет, чтобы у себя здесь что-то строить, делать. Ну тяжело. Ну я понимаю, но если куда-то бежать, так ничего не будет. Вообще никогда. Дуже цікавое питание, но я считаю, что нет. Потому что США это наш партнер. Это очень мощная помощь. Особенно сейчас. В период войны. Открытые фазы войны. И очень недоречные были вчера, позавчера. Открытые митинги, которые происходили под посольством США. Я считаю, что это были люди, которые не прагнуть в свободе. Что пришли на этот митинг люди, которые не хотят, чтобы Украина была независима. Поэтому с новым руководством США, я думаю, что мы добудем какую-то новую фазу развития наших объемов. А внешнее управление, быть под внешним управлением США, это хорошо или плохо? Я не вважаю, что мы под внешним управлением. Не вважаю. Тому ваше питание, оно как-то не в том русле звучит. Поэтому я думаю, что это наш партнер, это наша помощь, это наша помощь, это мощная. Краина света – это мощная сейчас государство, помощь якою прагнуть все. И если мы получим поддержку, помощь Украины, то это очень хорошо. Не сложно сказать, ну как бы я не владею столь информацией, да. Я думаю, что это более известно тем, кто управляет нашей страной. Но мне кажется, что сейчас люди находятся под чьим-то воздействием. Ну то есть те, которые управляют страной, все-таки находятся под чьим-то воздействием. Они не управляют как бы, не самостоятельные фигуры, так скажем. Я не уверена, что это Штаты, я не могу вам точно сказать, что это Штаты, да. Но как бы это как независимые фигуры, да. А кто это может быть, если не Штаты? Здесь очень тесно с ними отношение. Кто это может быть, как не Штаты? Ну знаете, сейчас как бы вообще переплетено все в мире, да. Глобализация такая как бы всемирная. И мне кажется, что какие-то общества, может быть, ну такие как бы глобализованные общества, так скажем. Я так думаю, не знаю. Ну это моя точка. А конкретно по поводу США, они имеют на нас какое-то воздействие или нет? США имеет воздействие, я думаю, на все страны. На все страны. В той или иной мере, ну мы все имеем воздействие друг на друга. Я думаю, что какое-то воздействие имеет обязательно, в обязательно. Насколько оно сильное, насколько оно сильное, ну это, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну вы говорите, друг на друга есть воздействие у нас. Но если у США на нас есть, ну это очевидно. Да. А Украина может как-то воздействовать на США? Влиять на их решения, выбор? Думаю, на данный момент нет. Нет. Я имею в виду воздействие в том, что сейчас вообще меняется очень сильно мир, да, и как бы люди, смотря кто находится. То есть все зависит от того человека, да. Сейчас очень сильно, мне кажется, что политика стран зависит именно от личностей, которые управляют страной, да. Сейчас мы не знаем, какая будет политика в связи с изменением управления в Соединенных Штатах, потому что Трамп сейчас передает, да, свои полномочия. И как сейчас изменится политика штатов с изменением в их управлении, что это будет за человек, какой, ну, я для себя, например, это еще не поняла, поэтому... Да, да, да. Поэтому если поменяется у нас, у власти человек другой станет, то мне кажется, что и политика страны совершенно другая, ведь мы это чувствуем в зависимости от того, как у нас меняются президенты. Это очень плохо, она потеряла субъектность, все, хана, все, уже конец Украины. Ну, а дальше куда тогда? Все, вниз. Ну, а есть шанс у Украины выйти из этого управления? Сегодня нет. А когда? На сегодняшний день нет. Как вы считаете, от чего зависит этот, ну, этот выход? Что должно произойти, чтобы Украина перестала быть под внешним проблемой? Чудо божье, все, больше нет ничего. Надеется на чудо. Да, только так. Нет. Нет, не на пользу. Почему вы так считаете? Ну, потому что у нас свое управление и своя власть есть. Да, мы, может, во многом и зависим, но... Ну, как зависим? Там гаранты какие-то дают нам, да, если я не ошибаюсь. Гранты, да. Ну, безусловно, где-то зависим. Но мы самостоятельное государство. Вы слышали про пленки Деркача? Слышала, слышала. Вы знаете, я не хочу слушать сплетни. Их столько много по телевизору показывают, что в последнее время я вообще уже перестала смотреть эти каналы. Там только одни сплетни, одна гадость и одна грязь. Извините, пожалуйста. Вот так и передайте. Просто интересно ваше мнение по поводу этого управления. Есть, нету оно и... Управление какого? Зеленского? Со стороны США, внешнего управления. Ну, я не знаю, Дюшка, я не такой глубокий политик, я не могу судить. Ну, мне кажется, ну, любое влияние, наверное, есть. Безусловно, есть. Но лучше пусть будет это влияние, чем в России, извините меня. Ну, конечно, да. Не находится, не находится. А я говорю находится. А я говорю нет. А я говорю находится. Как вы считаете, это хорошо или плохо находиться под внешним управлением? Конечно, плохо. Ну, почему? Ну, а потому что должны сами командовать параду, а не Америка должна командовать. Что с этим делать? Америка не командует. Надо правительство менять правительство. Надо, чтобы правительство было с головой. С головой? А это какое? Есть ли такие личности? Есть такие личности, у нас полно, но их не допускают туда. Этих личностей. До влады, до влады. Вы почему считаете... Нет у нас таких личностей. Надо, чтобы кто-то нас головой руководил. Потому что у нас нет личностей, чтобы нормально руководили. 30 лет руководят, и ничего нет нормального. У нас есть, только у нас деньги правят балом. У нас правят балом деньги, а не мозг. Вот так. Деньги правят. Вот так. Но мнение у вас, тем не менее, разделяет. Нас разделяет. Прямо противоположное. А почему вы считаете, что Украина не находится под внешним управлением? Ну, не знаю. Не находится. Не находится. Во всяком случае, не Америка руководит. А кто тогда? Сори, сори. Сори, сори. Сори пытаются руководить, но ничего не получается. Масоны правят балом всем миром. Они везде лезут, везде. И в Грузии, и в Карабахе, и там, и в Афганистане. Масоны. А вы слышали про пленки Деркача, про недавнее заявление посла Канады в Украине? Ну, я надувно доверяюсь. Как вы считаете, есть ли это управление? Есть. Влияние есть со стороны? Конечно. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Плохо. Почему? Потому что своя страна должна сама заниматься своими вопросами и решать их в пользу страны, а не в пользу лоббирования чьих-то интересов. Как это можно изменить, как вы считаете? Что может повлиять на изменение ситуации в стране? Надо навести сначала порядок у себя в стране и посадить тех, кто должен сесть. Вот тогда и пополнится бюджет, вот тогда будет меньше коррупции, тогда на таможне появятся лишние деньги, и дырка в бюджете кончится. И тогда не надо будет просить денег у кого-то, а потом выполнять их распоряжение. Как вы считаете, находится ли Украина под внешним управлением США? Да. Да, это хорошо или плохо? Как вы на это смотрите? Плохо. Потому что... Ну, потому что вообще плохо, когда кем-то ты управляемый. Это можно как-то изменить, так вы считаете? Что может на это повлиять? Можно, но как? Сложно, но можно. Ну, может быть, какие-то способи вы знаете. То есть это должен прийти другой президент или что-то другое должно на это повлиять? Ну, это прям целая команда должна другая прийти. Прям очень много людей в разных, как это, слоях власти. А может, Россия? Я больше вважаю, что Россия. Россия влияет на Украину? Да. Так мы же сейчас вроде как в таком конфликтном состоянии. Ну, ничего страшного. В конфликтном, але впливает безпосередньо Россия. А через кого? Каким образом? А вы не видите? Нет, ну просто интересно, ваше мнение, потому что больше как бы... Особенно сейчас. А как? Ну, то есть можете мне объяснить, как это... Вся система залишилась прорадянская. Ничего не изменилось. Это надо спросить у этих бывших регионалов. Я затрудняюсь сказать. А почему у них спрашивают? Ну, они все время по телевизору свистят, что она находится под ним. Под внешним управлением? Да, это они говорят постоянно. А вы как считаете? Ну, типа ОПЖ, вот эта партия. А вы как считаете? Я думаю, что вряд ли. Я не уверен, но я думаю, что вряд ли. А как, по вашему мнению, есть на самом деле? Управляется ли Украина кем-то или она самостоятельно? Ну, если бы она управлялась, я думаю, уже на Донбассе был бы мир. Если бы она им, ну, кем-то управлялась, Америкой или кем-то. Я думаю, что там, она бы Украине, кто-то бы помогал, наверное, я так думаю. А если наоборот задача стоит, чтобы мир не заканчивался, вернее, не продолжался, не начинался. Ну, значит, тогда под Россией стоит Украина тогда. Но не под Европой, это мое мнение, но и не под Америкой. Наверное, Россия заинтересована войне, я так, наверное. А через кого тогда влияние? С ума сойти можно вот этих вопросов. Просто интересно, как вы на это смотрите, как вы это понимаете, как вы видите это все. Ну, то, что страной руководят деньги, другое дело. Ну, то, что я сомневаюсь, что там, чтобы кто-то заинтересовывался, что кроме России и этих, которые их поклонников России, те, да, те заинтересованы войне, чтобы Украину расколоть, то да. Ну, мое мнение такое, что это в основном Россия, я думаю, и те, кто ее поддерживает внутри, пятая колонна. То есть США не имеет никакого влияния на Украину, да? Ну, морально она может иметь, там, поддержка какая-то есть. Может, там что-то, чем-то Америка и помогает, может быть. А чем она помогает? Может быть. Ну, может, морально поддерживает, может такое быть. А делом поддержать? Ну, делом что-то, ну, я не знаю, ну, может, что-то обещали какие-то дживелины давать. Я не знаю, дают они или нет, вот эти все, ну, оружие. Вот я не знаю, дает оно или нет, Америка, оружие. Ну, наверное, что-то немножко дает. А Россия чем поддерживает Украину или влияет на Украину? Через что? Через какие слова поддержки? Или через какие дела? Каким образом она может влиять на Украину? Россия? Да. Ну, как? Ну, вот такие же дурачки, там один Гволошин же выступает, что Россия может одним... Да не только-то он, говорит, но и... Ракету запустит и Америки не будет. Ну, вот... Ну, вот, то, что я слышу по телевизору, а это вглубь леса, не знаю. Россия влияет, ну, на Донбасс влияет Россия, на восток Украины? Влияет, ну, ну, уже после Крыма уже я молчу. Влияет же она? А США? Откуда я знаю? Это надо идти в Украинское посольство спросить надо. Откуда я знаю? Мы можем догадываться только. Альша, спасибо за себя. То, что, конечно, лучше уже пусть Америка влияет, чем Россия. Для меня главное, чтобы каждый человек занимался своим делом и думал о том, чтобы внутри него было хорошо и вокруг него было хорошо. И если мы все вместе как бы с этого начнем, ну... Просто то, что произойдет, по моему мнению, это не то, что люди отпустили эту ситуацию и перестали обращать на это внимание. И только с себя можно начать, чтобы что-то изменить. Мне все равно. Я знаю, что находится, и все. И слава Богу. Почему слава Богу? Потому что не Россия, которая готова нас уничтожить хоть завтра. А вообще, стоит ли пробовать быть независимыми? А мы независимыми все продали. Наши олигархи все у нас украли. То есть, изменить это никак нельзя повлиять на это, как... Влиять нужно законы и не быть продажными, как и у нас правительство сейчас. Есть влияние. Есть влияние. Это хорошо для Украины или плохо? Как вы смотрите в это? Плохо. Плохо. Потому что в каждой стране должен быть, как говорится, свой хозяин и вести свой правильный путь. А не, извиняюсь, принимать какой-то опыт. А, естественно, каждый хозяин думает о себе, а чужой хозяин думает о своих надобностях. Вот и все. Насколько плохо это сказывается на Украине? Ну, чем больше влияние со стороны, тем хуже. Меньше развивается страна в положительную сторону. Во чем это проявляется? Во всем, естественно. Потому что другая страна больше заинтересована в том, чтобы она развивалась, а чужая менее развивалась. Есть ли влияние, например, у России на Украину? Такое же, как у США, например. Любые партнеры, они заинтересованы все в своих интересах. Но так как мы бывшие выходцы из союза, то, естественно, у нас больше как-то связаны корни. И интегрированы меньше, много родственников всего. И поэтому мы взаимосвязаны и промышленность, и производство. Ну, и, естественно, мы заинтересованы друг в друге. И в соседях. И в соседях тоже, конечно. Потому что мы не можем жить изолированно от соседей просто. Как бы то ни было, хорошие или плохие, но мы должны поддерживать отношения. Как говорится, география – это приговор. Ну, приговор, не приговор, но надо жить в дружбе. Нам не надо лишняя война. Понимаете? Как бы то ни было, война – это горе. И она ничего хорошего не несет. Только разрушение. А как вы считаете, как можно избавиться от этих внешних проблем? Ну, как быть, волевое решение, которое принимает наше правительство. Вот и все. Сила воли. Сила воли должна быть. И парламент должен поддержать своего президента, который избрал народ. И мы доверяли. А если человек решается, если бы должна быть команда? Естественно, команда, которая помогает решить все проблемы. И внутренние, и наружные. Честно, Украина находится под управлением всех. То есть все на нее влияют? Все. Но кто в большей степени? США и Россия. А Россия каким образом? Ну, это, в принципе, мы находимся как бы такая территория, на которой им очень удобно вот этим заниматься, как бы кто главнее. Ну, значит, говорят, находится, значит, находится. Я особенно политикой не интересуюсь. Да, а вы слышали про пленки Деркача, про заявление? Все слышала, и все это уходит в никуда. Никто ничем этим не занимается. Ну, вообще, быть под управлением внешним, это хорошо или плохо? Плохо. Плохо. В чем это проявляется? Для страны? Ну, что, в общем, само слово управление, что нами управляют. Не нами, а нашим руководством. Что делать, какую политику проводить, какие аналоги, какие тарифы. Вот это и есть управление внешнее. А что же, что можно сказать? Украина может выйти из этого управления? Должна. А может или нет, не знаю. Должна. Должна. А как это делать? Пусть думают. Они не головы большие, должны соображать. При этой власти мы можем выйти из внешнего управления? Или никто в этом не заинтересован даже? Я не могу вам сказать, честно. Мало времени, прошло полтора года, плюс этот ковид вмешался. Сейчас все перепуталось. Как говорят, смешались в пучу кони-люди. Правильно? И не знает, кто чем заниматься. То ли ковидом, то ли экономикой, то ли управлением, то ли порядок. Ну, в общем, капец. В принципе, считаю, что возможно есть такое. Как-то не задумывались даже над этим вопросом. Ну, а если это и так, в принципе, не считаю это чем-то плохим. Если вот воздействием России, как были времена, это намного хуже вариант. Но считаю, что Украине нужно быть самостоятельным. А в чем разница между вот этими управлениями США и Россией? Скажем так, конечно, каждая страна старается в первую очередь для себя. Но Россия нас тянула, в общем-то, на дно. Тут есть точка, которая, так сказать, есть невозврата, если бы мы были полностью под управлением России. США – это более развитая страна, с более поднятыми интересами. И мы будем на ступеньку выше, чем Россия. А каким образом мы тогда будем на ступеньку выше, то есть посредством чего? Если мы будем тянуться к странам, которые более развиты, будем с ними дружить, содействовать, то есть будем перенимать их опыт, их опыт, прошу прощения. То, конечно же, мы будем развиваться и идти в правильном направлении, как я считаю. Если брать пример с России, там, где коррупция все-таки, беспредел и чем-то схожа страна на нас, я не считаю, что нам есть чему поучиться в первую очередь. Плохо, что Зеленский президент. Все остальное хорошо. А по поводу внешнего управления можно, ну, как вы считаете, находится, не находится? И как это... Не находится. Почему вы так считаете? Потому что отсутствует внутреннее управление. Нельзя обвинять что-то внешнее в каком-то управлении, если нет внутреннего управления. То есть никакого влияния США на Украину не имеет, вы считаете? Нет. Я считаю, что не находится под внешним управлением США. И, соответственно, я не считаю, что это плохое или доброе, потому что она не находится под внешним управлением. И доброе, что не находится под внешним управлением. Ну, это моя особая история. Ну, а как вы считаете, США влияет на Украину? Я считаю, что в 21-м столетии, враховываясь открытие кордоней, не зважаючи на локдаун, а політичную открытую кордону, все страны одна на одну впливают. И это дипломатия внешняя. Верховные связки, экономические, в частности, торговые. То есть, правильно ли я понимаю, вы считаете, что Украина полностью независимая страна? Ну, то есть, понятно, что при этом влияние есть какие-то друг на друга. Так. В целом независимая. Так. И нет ни от кого влияния такого управления правительского. Ни, такого нема. Ни, такого нема.